Твой мозг или мозг других людей, которые разговаривают со мной, как они реагируют на то или иное, и как у них переклафицируются. Здорово. Здорово. Что ты думаешь в рулетке? Какие цели твоей рулетки? Разговариваю, смотрю, как люди реагируют, анализирую. Мне интересно, как у вас в головах все двигается. Я понял. А почему в очках в темно-защитных? А мне так проще. Или вы, может быть, читаете что-то, чтобы могли проверять какую-то информацию? Да, рэп читал с 12 лет. А, серьезно? Ну, прочитайте, я послушаю. Что можно прочитать? Почитал. Почитал, рэп записывал, все. Понял. Так почитайте, я послушаю. Нет, ты... Почему ты хочешь, чтобы я посчитал рэп? Ну, изначально, как мы разговаривали? Ну, вернись назад. Вопрос-то, какой был? Для чего и что, и как, чтобы поговорить о чем-то? Нет, ты говоришь, что ты в темно-защитных очках, потому что ты рэп читал. Я говорю, может, пока ты их еще не снял, ты дочитаешь рэп? Нет, я не читал. Я не читал. Я говорю, я читаю рэп с 12 лет. Хорошо. Тебе сказал. Это... Ты понимаешь, в чем заключается ответ мой? В том, что, как бы, некорректность и запертость общения в эту тему. Ты не понял? Ты сейчас надел очки, потому что ты с 12 лет читаешь рэп? Где здесь логика? Найди мне ее. Я тебе сказал о том, что это некультурно спрашивать у человека, который носит очки. Почему? Понял? Почему некультурно? Я что, как-то обидел тебя этим? Почему? Почему вы в темно-защитных очках? Где здесь оскорбление? Я не понимаю. Это неприемлемо. Почему это неприемлемо? Кто это сказал? Кто решил так? Раз я-то сижу в защитных очках, значит, есть на то причина. Зачем это спрашивать? Ну, так можно было сказать, что, например, я не хочу отвечать на этот вопрос, давайте двигаться дальше. А вы сказали, что вы с 12 лет слушаете рэп, поэтому вы сейчас в социозащитных очках. То есть вы еще больше в 20 лет попали. В социальном разговоре это вообще неприемлемо. Мы начинаем разговор. Мы с тобой здороваемся. Мы говорим о какие темы, и ты сразу поворачиваешь тему на очки. Почему? Вот вопрос тебе, почему? Давай я тебе отвечу. Подсознать, что ты решил приебать. Нет, не поэтому. Вот я тебя, я русский. Нет, не поэтому. Приебать. Здесь многие надевают. Так, многие. Так ты можешь от мне ответить? Почему? Я уже выучил то, что ты скажешь. Что? Давай, скажи, что я хочу сказать. Они одевают очки и дальше. Я это сразу выучил. Я уже понял, что ты хочешь сказать дальше. Нет, если ты понял, что я хочу сказать, скажи. Скажи, чтобы я услышал. Могу действительно ты знаешь, что я хочу сказать. Первую половину, первую половину я когда говорю, что я понял, что ты хочешь сказать. Я очень быстро понимаю, у меня мозг работает очень быстро. Я тебе поэтому говорю. Хорошо, давай тему выберем другую. Хорошо, про очки поговорили. Скажи мне, чем ты здесь занимаешься, какие темы ты обсуждаешь, что тебе интересны? Мне интересно, как твой мозг или мозг других людей, которые разговаривают со мной, как они реагируют на то или иное, и как у них переклафицируется сознание восприятия и подачи обратно в мир. Как-то странно. Мне вот это интересно. Попросил бы матом не ругаться, если мы общаемся. У нас такой культурный диалог идет, правильно? Культурный диалог просто я пытаюсь... А то так произошла такая переквалификация с культурного общения на мат. Нет, ну я культурно ответил. Она, возможно, не культурна со стороны брани, но не со стороны корректности, потому что я тебя никем не назвал. Я выразил свою эмоцию более ярко выраженно. Вот и все. Понятно. Но я прошу при мне матом не ругаться, если это можно. Хорошо. Я здесь обсуждаю новости, последние события, то, что происходит в мире, в России. Как вы думаете, что сейчас ожидает ближайшее будущее Россию? Я думаю, только положительное. Почему? Вот как вы к этому пришли? Развивайте свою мысль, я послушаю с удовольствием. Из-за людей, которые пытаются помочь России. Внутренних людей. Я понял. А как вы помогаете России? Пытаемся что-то придумать, меняем системы, которые менее затратные и тому подобное. А что именно? Вот что вы придумали такого менее затратного системы? Ну, зачем? Ну, есть и моменты с энергетикой. Но зачем вам это узнать? Ну, как зачем? Интересно знать, какие изменения происходят. А вы на самом интересном говорите, ну, зачем вам это знать? Вы же... Я не могу... Зачем мне об этом рассказывать? В интернете, если вы увидите вдруг... Хорошо. Ну, я понял. Ну, эту тему вы не знаете. Хорошо. А скажите, какое ваше отношение к тому, что происходит сейчас в Курской области? Ваше отношение? Нет, мы закончили очень паршиво с тобой. Дальше, пока ты не поменяешь свое слово, не будет дальше разговоров. Потому что это было определенной некорректности и неуважения к собеседнику, когда ты сказал то, что, ну, ясно, вы, значит, не знаете. И переложил тему. Думаешь, ты репортер доходил? Ты будешь со мной разговаривать так, как хочешь? Ты сейчас нарушил обоюдный разговор между человеком и человеком, который, как ты говоришь, друг друга не знает, который пытается разговаривать корректно. Но ты совершил глупость и оплошность в том, чтобы убрал мое слово и попытаться меня принизить тем, что сказав, что да, понятно, он ничего не знает, поехали дальше. Что-то вы так быстро говорили раньше, а сейчас каждое слово обдумайте. Что случилось? Почему так мост начал работать у вас медленнее как-то? Почему так? Нет, я просто четко обозначил то, что хочу сказать. Вот и все. Ну, просто говорили быстро, а сейчас помедленнее стали, обдумываете больше. Почему? Что случилось? Что не так? А я пытаюсь сказать более правильно, чтобы ты понял. Потому что бывает тупые не понимают. Поэтому я формулирую. Хорошо, вы хотите продолжать про энергетику общаться или перейдем на другую тему? Мы можем перейти на другую тему. Ну, давайте перейдем. Я понял, я уже понял. Но если я задал вопрос, вам задавал вопрос про энергетику, вы сказали, зачем вам это знать. Я так понимаю для себя, что в энергетике вы ничего не понимаете. Давайте про другую тему пообщаемся. Ты сказал, вернемся. Сам ты лично сказал, вернемся. Я говорю, вернемся. Я говорю, ты продолжил дальше, но что ты забыл сказать? Вот ты просто прохавал то, что я прав, ну и поехали дальше. Матно, не ругайтесь. Понимаешь то, что мы не перейдем к другой теме, пока не закончим эту тему? Я уже слышал, что ты хочешь сказать. Ты уже сказал, по кругу ходишь. У тебя пластинка, что ли, заела? Почему ты не отвечаешь на это? Но ты, у тебя одно и то же. Ты говоришь об одном и том же, одно и то же. Уже все давно поняли, что ты хочешь сказать. Я с тобой разговаривал про энергетику. Я с тобой разговаривал про энергетику. Я не в энергетике. Мы вообще не об этом говорим. Мы говорим о уважении человека. Нет, мы не говорим про уважение человека. И корректности расходора. Ты сказал, ты будешься... Надо все, поехали дальше. У тебя вот эта ушла тема. Ты сам заблудился в том, в чем зашел в этом лесу понимая не ругай сама и сейчас пытаешься другими какими-то темами давай поговорим с тобой про другую тему я уже понял и не знаешь давай двигаться дальше в другую сторону скажи мне то сейчас происходит в курской области скажи мне твое отношение скажи не бобби я понимаешь тебя бомбит ну давай я тебе прикажу разговаривать нет шариков смотри здесь в принципе тон беседы задаю я не ты здесь для того чтобы я показываю понимали вот в принципе твоя прерогатива шариков поэтому молчи и слушай давай сейчас я у тебя спрошу по поводу курской области что ты думаешь по поводу тех людей которые в курской области должны были выехать и потеряли свои дома что им скрипки а возможно знаешь тебя просто как-то взяли красиво играешь на скрипках и тебя взяли короче богатые какие-то люди и в жопу вот за твои концерты понимаешь я понимаю что бомбит тебе очень некомфортно но если ты не хочешь общаться ты можешь просто переключить или же или мы можем продолжать общаться оскорблять много ума не надо вот то что ты сейчас сказал здесь много ума не нужно а вот если хочешь обсудить если хочешь обсудить тему я нашим с тобой диалоги я переговоришь твою тему ты никогда не переговоришь меня поверь мне это невозможно ты уснешь на посмотрим кто уснет а кто не уснет вот смотри мы с тобой общаемся на разные темы эти темы о которых ты и я говорим да в них есть аргументы какие-то да есть какие-то факты есть какие-то подтверждения чему-то если тебе задаю вопрос использую логику свою знание какие-то если они у тебя есть но как я понимаю у тебя их нет если что-то не знаешь просто скажи я не знаю и тогда мы задаем не вопрос я тебе отвечу если я что-то не знаю тебе тоже я не знаю например и пойдем дальше и так будем обсуждать разные темы то что интересно например тебе и мне да а если ты просто хочешь материться оскорблять как это же не диалог как диалог не строится мы можем что-то обсудить если у тебя есть желание это сделать можем что-то обсудить сейчас подождите бы звук прибавлю потому что ты не даешь и твоему понимаешь ты не сможешь ничего сделать потому что я тоже пишу я тебя разобрал конкретно из самого начала по полкам то что ты поступил так или иначе ты что-то сделал ты начал пытаться срубить тему переключаться типа ты только начал со мной разговаривать и тому подобное твое право давай давай то и клайISA не можешь сейчас как-то себя оправдать или какое-то по его отношение купю он тут оправдают оправдайся что я себе оправдаю Dhul palette Qualcomm 的 отношения к Путину к тому что Путин 하게 себя оправдывают какой человек себя правдывает виноватый только себе оправдают так это и есть виноватый в себя не ощущаешь виноваты нет хорошо тогда естьmic Cargoda Давай, может быть, у тебя получится каким-то образом оправдаться. Скажи мне, какое твое отношение к Путину и к тому, что вот он делает сегодня для страны, для России и так далее? Я же объяснил, ты такая, парень, недостойно вообще слушать этого. Ты переключишься первый, потому что ты шлюха, и ты уже оскорбил все, что можно. Почему слабая позиция у тебя, я тебе расскажу? Потому что понимаешь, что ты разговор этот не вытягиваешь, ты не сможешь со мной общаться, ни на какие темы. Потому что ты знаешь, что будешь все время находиться в углу. Поэтому тебе ничего не остается делать, как переходить на оскорбления и на личности. Именно поэтому ты сейчас вот так пытаешься забалтывать. Потому что ты знаешь, что твоя позиция слабая, что знание у тебя ноль, от слова совсем ноль. Ой, сейчас она упадет. Нет? Который думает, что говорун птица. Так ты хочешь пообщаться на тему? Не просто лично обсуждать кого-то, а именно тему обсудить какую-то. Хочешь, я с тобой могу обсудить тему? Когда сначала ты подтвердишь то, что ты не прав, возможно, мы пойдем дальше. И то по пунктам психологии разговора тебя и меня, и кто там не прав. И я тебя там съем. Готов ты вывести это? За счет ты переходишь к тому, что ты уже это подтвердил своими действиями, своим разговором. Понимаешь? Ты понял о том, что я тебе сказал, и один хук продолжил разговаривать в своей манере, проявив двойного неуважения. Почему ты думаешь, что я с тобой буду разговаривать хорошо? Почему ты так думаешь? Все? Ты меня лично наскорбил. Ты закончил? Я уже кончил давным-давно. Хорошо. Вопрос тебе задаю. Твое отношение к Путину. Может быть, наоборот, я сейчас скажу, ой, так это же нормальный парень. Я все, я ошибся. Я на твоем вопросе не буду отвечать. Да, великий историк. Он там на лбу сидит. Он ожидает тупо контента с отдельного обрезка. Так смотри, может быть, я ошибся. Нет, я полный ролик на сайте. Оставляю. Вот все, что мы сейчас с тобой говорим, он пойдет полным роликом. Скажи мне твое отношение к Путину, к тому, что он делает Россию. Может быть, я ошибся в тебе. Может быть, ты нормальный как раз. Я тебе говорю, такой, как ты, я не буду отвечать за твое. Просто мне это не приемлемо, понимаешь? И ты переключишься первый. Мы останемся так всю ночь. Подожди, ты будешь общаться сейчас или нет? Если ты будешь общаться, я буду с тобой говорить. Я тебе объяснил. Ты извинишься передо мной. Для того, чтобы, смотри, для того, чтобы я, например, извинился за что-то, я должен понять, что я в чем-то виноват. Смотри, я тебе задаю вопрос. Я тебе уже... Подожди, секундочку, не перебивай. Я тебе задаю вопрос. Вот так, как ты на него ответишь... Я не перебиваю, я в правлении ясности. Я в правлении ясности в тебе нет, потому что ты говоришь, как пластинка заевшая, понимаешь? Поэтому я тебя спрашиваю. Я тебе в правлении ясности. Сейчас тебе задаю вопрос. Если ты на него отвечаешь, на этот вопрос правильно, то тогда мы будем говорить с тобой по-другому. А пока я тебе не задавал этот вопрос. Я к тебе отношусь именно так, как ты того и заслуживаешь. Понимаешь? Ты сидишь в чат рулетки, в принципе. Я знаю, для какой цели. Для того, чтобы самоутвердиться. Потому что тебе Шарикову кажется, что ты какой-то особенный. А в принципе никакой особенности в тебе нет. Ты такой же, как и многие здесь, с кем я здесь общался уже. Я это делаю не первый год. И вы для меня, в принципе, Шариковы больше-меньше одинаковые. У вас у всех одинаковая подача информации. У вас у всех одинаковые мысли по поводу того, что происходит. Вы темы не вытягиваете. И после того, когда вы понимаете, что вы ни одну тему вытянуть не можете в разговоре, вы начинаете, как ты, забалтывать и на личности переходить. Потому что ты понимаешь, что только таким образом ты для себя имеешь какую-то защиту. Что ты будешь говорить, оскорблять, оскорблять. И вот это твоя защита. А тему ты не вывезешь. Хочешь поговорить на какую-то тему? Давай обсудим. Мы вернемся только с того момента, как мы начали разговаривать. Так идут все разговоры. Если ты не одупляешь, либо ты долб... Ну, что реально видно. Своими манерами разговора. Что мне поделать? Разговаривать с тобой, как долб... Вот и все. Ты не смог вернуться. Ты понимал, что ты можешь много раз оскорблять, но ты оскорбляешь себя, а не меня. Вот каждое слово, которое ты говоришь, тебя зрители смотрят. И вот эти зрители, да, эти зрители видят, кто передо мной сидит, с кем я общаюсь. Ты оскорбляешь в первую очередь сам себя, не меня. Почему? Потому что ты же понимаешь, что не работает это. Ты можешь 300 раз называть эти слова. Но ты их, эти слова, применяешь к самому себе. Потому что ты не вытягиваешь диалог. Ты не вытягиваешь обычный, нормальный человеческий диалог. Потому что ты решил, что ты сюда вошел в рулетку, и ты будешь здесь таким грозным, крутым. А тебя здесь сдули. То есть величие твое сдули. И поэтому тебе сейчас очень некомфортно со своим величием, которого в принципе нет. И в этом, в принципе, проблема сегодня в России. Вот очень большая проблема в России. Потому что вот таким, как ты, кажется, что у вас очень большое величие. А это величие периодически нужно сдувать. И показывать вас в зеркало. Что ваше величие – это пшик. Это ничего. У нас идет речь о том, как с тобой начинают разговаривать. И когда ты начинаешь грубить, в этом вся суть. Я тебя никак не грубил. Я тебя ни разу не грубил. Ну скажи мне, каким образом я тебя грубил? Сказал, что ты не знаешь эту тему, это грубость? Ты вернулся обратно. Обратно туда же, куда я и сказал. И кто из нас потаскушка? Ты. А? Кто из нас потаскушка? Я тебе уже объяснил. Ты тогда еще все это понял. И я тебе сейчас специально сделал так, чтобы ты переспросил. Ты повез. Какие последние ошибки? Что ты с этим сделаешь? Это ты с зеркалом сейчас разговариваешь. Друзья, смотрите. Человек разговаривает сам с тобой с зеркалом. Ты даже на меня не смотришь. Смотри. Ты смотришь в зеркало, а не в мою сторону. А если ты смотришь не на меня, значит ты общаешься и говоришь, это все, что ты говоришь, не мне. Я и мозг не додумал. Это камера сделана специально, чтобы ты меня видел полно. Друзья, эксперимент. Попробуйте послушать то, что он говорит. И все эти слова он говорит сам с тобой перед зеркалом. Вот слушайте внимательно. Говори, Шарик. Да. И твой-то охот, можно так его назовем, тоже залетит. И ты поймешь, что не прав. Я тебе по сути сразу начал стопорнул и насчет тем разговаривать. А ты загрубил, пропустить мимо свободы. Все твое движение. Че ты машешь? Сдулся? Величие сдулась, Шарик. Я такой быстрый был, быстро думает, мозг быстро думает. А сейчас такой медленно стал. Давай тему. Предлагаю тему обсудить какую-то. Хочешь, обсудим? Нет, я побегу дальше. Просто ты уже скучный. Я думаю, что зрители уже поняли, с кем я общался. Или ты хочешь как-то оправдаться? Если ты хочешь как-то оправдаться, могу тебя еще послушать, несколько минут. Или же я побегу дальше. Ты уже это сделала раза два в этом видео. Будем тему обсуждать или нет? Или я пошел дальше? Я же тебе сказал, ты уже оправдался раза два. Мне достаточно. Ты так хочешь здесь-то. Все. Вот мой тебе совет на будущее. Ты когда в чат-рулетку заходишь, ты должен научиться сначала уважению к собеседнику, научиться как вести диалог, стараться понять собеседника, который задает тебе вопросы. И вот тогда у тебя, может быть, получится какое-то диалог. Ты получился, да? Потому что ты не прав. Ты думаешь, получится закончить? Я-то знаю, я-то пытаешься обрубить. Тоже мне матрица. Зеркалом пообщался? Обрубать будешь там, где тебе удобно. Вот и все. Конечно, это картина, знаешь. То есть ты сидишь в очках, рядом любовник твой или любовница, не знаю, плохо видный. Твое воображение так хрубило его какое-то. И как интересно, который человек пытается поставлять какие-то свои интересы, задавая вопросы страны, думает о таком. Но сейчас сложное время, шарика, понимаешь? Сегодня нужно думать про то, что происходит в стране. А ты опять расскажешь на то, что тебе было сказано? Смотри, я тебе второй раз подрываю. Я задеваю именно там, где ты как собачонка лаешь. Ты заметил? Ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь? Ты заметил? Я тебя задеваю именно там, где ты начал лаять. Ты не понял этого, что ли? Ты тебе уже третий раз, наверное, не четвертый, блядь, блядь, блядь. Хорошо, шарика, ладно, я думаю, что уже зрители устали от этого диалога. Я скажу тебе последнее слово просто, чтобы ты понимал. В следующий раз, когда будешь общаться со мной, вот подготовься к теме, хотя бы к одной, и мы с тобой сможем пообщаться, обсудить что-то. Если я что-то не буду знать, я смогу тебя спросить, и ничего в этом такого нет. Сказать, что я в этой теме не разбираюсь, если ты что-то знаешь, я могу сказать, с удовольствием послушаю, если ты скажешь, например, да, или наоборот. То есть тебе нужно учиться молчать и слушать, вот в принципе, в диалогах. Потому что, выходя в рулетку, вам, Шариковым, кажется, что вы великие, вы всем покажете, вы можете повторить и так далее. А на самом деле вы жалкие и очень-очень неинтересные. Все, Шариков, давай. Как-то так, друзья. Не убавить, не прибавить. Такой диалог получился. Напишите в ваших комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok